В этом году жилищно-коммунальные услуги для белорусов не подорожают. В следующем их рост будет ограничен суммой, эквивалентной 5 долларам. Остальные издержки покроют за счет снижения затрат организации системы ЖКХ. Об этом заявил заместитель премьер-министра Анатолий Калинин. Система безналичных жилищных субсидий позволит уязвимой категории граждан покрыть расходы на коммунальные услуги. Кроме того, разрабатываются новые механизмы финансирования строительства жилья. Речь об ипотеке и системе строительных сбережений. Сегодня в овальном зале правительство отвечало на вопросы депутатов и сенаторов. Совместное заседание двух палат Белорусского парламента традиционно проходит на осенней и весенней сессии. Ярмарка инновационных идей открылась в Национальном выставочном центре. Свои разработки в сферах энергетики, медицины, биотехнологии и IT представляют более 200 авторов. Мероприятие проходит в формате B2B, что значит «бизнес для бизнеса». Представленные проекты оценивают эксперты-ученые и потенциальные инвесторы. Лучшие инновационные проекты получат гранты и возможность стать резидентом Минского технопарка. Кроме того, начинающие предприниматели поучаствуют в работе стартап-школы. В Беларуси с 1 декабря увеличиваются трудовые пенсии в среднем на 5%. У каждого пенсионера она будет зависеть от индивидуального стажа работы и величины заработка во время трудовой деятельности. Средняя пенсия составит 298 рублей 19 копеек. В предыдущий раз минимальные трудовые и социальные пенсии повышались в августе. На учете в органах по труду, занятости и социальной защиты состоит 2 миллиона 600 тысяч получателей пенсии.